Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Саммит НАТО. Саммит НАТО – это главная тема, и мы продолжаем ее обсуждать. И сейчас мы ее обсуждаем с нашим коллегой Руисой Радио Нью-Йорк Кирилл Задов, политолог. Кирилл, привет. Добрый день. Приветствую. Добрый день. Итак, да, подписывайтесь на канал на Ютубе Кирилла Задова. У него там очень интересно. Я всегда с удовольствием смотрю. Кирилл, итак, саммит НАТО. Саммит НАТО и как бы участие Байдена. Вот сейчас только-только закончилась встреча Байдена и Зеленского. Судя по всему, Зеленский разочарован. Украина вообще разочарована этим саммитом. Они, очевидно, рассчитывали, что их вот прямо на саммите под звук фанфар примут в НАТО. Но этого не произошло. Как это видится из Соединенных Штатов? Как это видится из Нью-Йорка? Ну, вообще, пресса здесь не то, что критиковала Зеленского за такие завышенные ожидания, но говорила четко, что он был очень недоволен вчера, сегодня его тон стал чуть помпяхче. Единственное, что он продолжает говорить, что вот эта вся помощь, которая сейчас будет получаться дальше, и обещания безопасности, они никоим образом не заменяли настоящий план дорожной карты по вступлению в НАТО. Это совершенно разные вещи. Ну, логично и понятно. Сами по себе ожидания того, что какой-то план будет сейчас Украине предложен, или какой-то чек-лист, как говорится, здесь там 5-6 пунктов, которые нужно в чек-батсе отмечать, сделано, 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 сделано. У Зеленского, на самом деле, не было никаких оснований даже так думать, и тем более раскручивать в прессе украинской подобную тему, потому что Байден, давая интервью перед поездкой в Европу, Синен, он давал интервью, и он сказал там четко, что Украина еще не готова к этому. И тут дело даже не только в том, что, ну, он, правда, произнес эти слова, да, Байден сказал, что вступление Украины в НАТО сейчас означает начало Третьего мирового, и примерно так это прозвучало, потому что она страна в состоянии активных боевых действий, и сразу все НАТО в состоянии активных боевых действий. Тогда, если сейчас, как бы хотели Польша, Эстония, Латвия, Литва, и кто-то там еще из Восточной Европы хотел, ускоренный прием Украины в НАТО, это означало бы, что НАТО сразу заходит в войну. И понятно, что это невозможно сделать никак, учитывая, что каждая страна НАТО, член, должна проголосовать в парламенте за то, чтобы это произошло. Это просто невозможно сделать, никто не захочет начинать принимать Украину в НАТО сейчас и оказаться в состоянии войны с Россией. Это никому не надо, и я не с тем понимаю, ну я понимаю для своих электоратов, может быть, для Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, это все очень красиво, как и дадут в него потребление в Украине, это красиво. Но, с точки зрения элементарных, простого реализма, да, это невозможно, потому что государства должны себя вести рационально, это было бы нерациональным поступком, это первое. Но второе, самое главное, что украинское руководство, на мой взгляд, не совсем хочет признавать, это то, что было понятно с самого начала, еще до начала этой войны, что за Украину, кроме украинцев, никто не готов умирать. И если будет угроза того, что придется умирать кому-то еще, то Украина не сможет стать членом НАТО. Это первая проблема на этом пути, да, первое большое препятствие. Второе большое препятствие, если как бы не будет, тут как бы это уловка 22. С одной стороны, как бы надо зайти в НАТО в Украине, чтобы обеспечить свою безопасность, с другой стороны, чем больше Украина туда стремится и чем больше она пытается это сделать, с одной стороны, это вызывает большее сопротивление американского истеблишмента, несмотря на то, что, конечно же, официальный нератив будет, что мы хотим, чтобы Украина стала счастью НАТО, рано или поздно, но при этом делайте то-то, 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 то-то. И с другой стороны, чем больше Украина будет продолжать говорить, что мы хотим НАТО, это наше официальное стремление, и мы 100% хотим этого добиться, и никогда не возьмем в себе нейтралитет, чем больше Украина это будет говорить, тем хуже ее перспективы на в итоге какой-то сеттлмент с Россией. В той или иной форме, потому что северное государство, к северу от Украины, никогда не смотрится с этим. Я не вижу никакой возможности, кто это будет принят. Кирилл, ну вот когда ты говоришь, что никто не захочет принимать Украину, потому что это сразу война, если есть опасность войны, ну посмотри, как приняли Прибалтийские республики, оставьте сейчас Финляндию и Швецию, это понятно, а вот Прибалтийские республики, они прошли определенный путь, их действительно заставили сделать первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, и они это сделали, у них этот путь занял несколько лет, и наконец их приняло, хотя точно так же, допустим, та же самая Эстония может оказаться под ударом России, или там та же самая Латвия, и тогда им всем придется ввязываться. Относительно Эстонии, я сразу хочу сказать, извини, что начинаю с конца отвечать, даже не под ударом России Эстония может оказаться в Эстонии и присутствует на северо-востоке, очень большая русская диаспора. Не диаспора даже, а это коренное население Эстонии, которые русские, которые родились в Эстонии, но они русские люди. Нарва и прилегающие территории. А Нарва по величине, если не ошибаюсь, второй город Эстонии, и это индустриальная часть. Это первый момент. Второй момент, и у Эстонии, и у Латвии, и у Литвы, с Российской Федерацией не было территориальных споров к моменту и к появлению плана действий по вступлению в НАТО. И это часть, вторая часть ответа. Третья часть ответа в том, что и Эстония, и Латвия, и Литва никогда для России не считались частью ее цивилизации. Они, да, были частью Советского Союза, но когда я в Советском Союзе живя, пребывал в Эстонию или в Латвию, я всегда чувствовал себя за границей, и все, кто посещал Прибалтику, я думаю, с этим согласятся, особенно ленинградцы, у которых там были и дома, и которые там отдыхали, как и я там отдыхал, из-за своих ленинградских родственников, да, и проводил каждое лето по три месяца в Нарвии, в Уснарвии, я понимаю, о чем я говорю, потому что я объездил всю Прибалтику, кроме Литвы, к сожалению. И ощущение всегда было, что это что-то другое. Поэтому, когда при Ельцине процесс начался, и потом закончился там в 2000 году уже, на последнем, наверное, как бы на излете, да, и вот при начальном путинском премьерстве, по-моему, да, или только только его. Я прошу прощения, но штурм телебашни Вильнюсской никто не отменял. Это другое. И саперные лопатки в Вильнюсе присутствовали тоже. Это был момент. То есть их тоже не хотели отпускать. Это другое. Не хотел отпускать Советский Союз. Когда он распался с Российской Федерацией, у Эстонии, Латвии, Литвы, территориальных споров не было. У Эстонии есть претензии на куски Псковской области, возможно, Псковской области, и они там, да, говорят, раздавали паспорта тоже, но кто не раздает паспорта? В Янгре раздает паспорта в Закарпатье, Россия раздавала паспорта в ДНР, в НР и в Осетии, и в Абхазии. Это понятный момент. Это все так делают. Немцы раздавали в суде, если не ошибаюсь, паспорта. Это понятный момент. Это один из инструментов. Теперь это второе. Третье. Псковской мюнхенской речи 2007 года. Это важно. Реальность поменялась сильно, и свидетельством тому стал выход Соединенных Штатов Америки из договора Попро в том же году и грузинский конфликт в 2008 году. То есть после того, как была произвестна мюнхенская речь, где как бы он сообщил, ребята, этот лохотрон продолжаться не может, вы обещали одно, а делаете другое, и ваше приближение к моей границе является угрозой моей национальной безопасности, с этого момента разговор Путина с Западом резко усложнился. И с этого момента стало все тяжелее. Когда маски были сброшены, и было сказано, ребят, невозможно делать то, что вы делаете, с точки зрения безопасности России, это неприемлемо. И все как бы с этого момента и перчатки были сняты. То есть вот мы это наблюдаем, это развитие с 2007 года, вот до сего. Почему в итоге это привело сейчас на этом этапе эскалации, мы видим. Чему это может привести дальше, мы не хотим произносить. Поэтому тут требуется, опять же, смена парадигмы и серьезный большой разговор. То, что всегда говорилось, как второй подсдал. Его пока нет. Пока его нет, а была, может быть, договоренность, может быть, была договоренность с Байденом в Цюрихе на единственном саммите с Путиным, который у них был, про стоп-слово. Что если мы все-таки ввязываемся в конфликт с Украиной, то тогда должно быть какой-то предел эскалации, чтобы не привести это, не дай бог, к билету в одну сторону. И это возможно. Но это, опять же, спекуляция. Мы этого не знаем. Было такое стоп-слово или нет? Вот Ньюсвик сейчас вышел со статьей относительно того, что есть там определенные штуки. Я еще сам не читал, но только увидел отзвуки, отголоски. Люди прочитали, люди комментируют. Сам еще не прочел, поэтому не хочу много об этом говорить. Но идея в том, что если как бы понятно, что стороны пытаются контролировать этот конфликт, заинтересованные стороны, это одна история. Но при этом есть еще некоторые другие игроки, которые часто, эти другие игроки, входящие в НАТО, они иногда делают слишком резкие заявления и бегут впереди паровозы. Эстония, Латвия, Литва и Польша, и иногда Великобритания. Это уже опасно, потому что некоторые действия могут привести к неконтролируемой эскалации. Вот примерно, что как бы по натовскому, по моменту приема Украины в НАТО, я считаю, важно, чтобы прозвучало. Там много моментов, но это вот как бы главное. По пакетам помощи. Ленд-лист вообще работает или не работает? О нем столько говорили, так красиво, ничего нет. Саша, у нас главная проблема в Америке здесь. У нас нет снаряда, поэтому мы поставлять теперь будем кассетные боеприпасы, которые нас... Но это катастрофа. Во-первых, это стыдно, потому что все-таки 21 век, как бы использовать себя настолько, как бы это сказать. Ну, это опять, чтобы в Первой мировой войне, что это такое вообще? Но вообще эту конвенцию по кассетным боеприпасам не подписала ни Россия, ни Соединенные Штаты. Я знаю, но есть какие-то вещи... Ни та же Соединенные Штаты Украины. Да, но есть какие-то вещи. И Байден, еще интересная деталь. Байден, который сейчас сказал, что он дает Украине кассетные боеприпасы, сравнительно недавно остро и резко критиковал Израиль за использование кассетных боеприпасов. Ну, как? Ну, все. Теперь Израилю станет легче их использовать, если надо. Но вообще использование их, на самом деле, это такое дело некрасиво, если можно мягко сказать. А война вообще красивая, да? Нет, война некрасивая. Война всегда некрасивая. Но Шрапнель... Ну, короче, это прям фу. Теперь... Это первый момент. Второй момент. И у Европы нет лишних боеприпасов. Ни у кого сегодня нет. Выяснилось, что, чтобы ввести войну регулярными армиями, требуется оборонная индустрия, которой такой нет. Надо восстановить. Они пришли к немцам. То есть, доигрались в разрядку, да? Об этом и речь. И раз так, раз так, то нужно строить два-три завода и производить. Германия может это сделать. Вопрос немецкого бизнеса очень простой. Сейчас мы построим три завода. Они будут делать... Через полгода кончится война. Ну, или через год. Что мы с этими заводами будем делать? Или делайте. Война найдется. Ну, это же неправильный... Не, ну, хорошо. Но у них заказов года на три, на четыре хватит вперед. Сейчас все будут пополнять свои... Саша, вы не будете вкладывать миллиарды и миллиарды евро, чтобы у вас было заказов на три-четыре года. Никто не пойдет на... Это сумасшествие с точки зрения бизнеса. Поэтому я сомневаюсь. И как бы все, что было на складах, уже давно в Украине воюют. Поэтому... Плюс, опять же, мы видим успехи украинской армии на фронте сейчас. Они настолько минимальны, что как бы уже в Остриджону готовят западную общественность, например, к затяжной войне. Медленно Марк Милли сразу сказал, о, это долгая история. О, ну, долгая история тоже надо. А в сентябре-октябре уже надо заканчивать. Потому что избирательная кампания, что это активная, Байдену, это просто не надо уже. Вот и вся история. Так я это вижу. И, может быть, и петит на разговоре долго. Мы как раз говорили сегодня о том, что президент Чехии заявил, что у украинцев есть как бы только одна попытка. Вот то, что они сейчас успеют достигнуть до зимы своим вот этим контрнаступлением, то на этом все и закончится. Это... Я бы вообще Петра Павла не слушал. Он много делал разных заявлений последние годы. Но он вроде как... Начиная с 14-го. Он командующий войсками НАТО был в 14-м году. Он сказал, что Путину... Путину он сказал. Для того, чтобы захватить Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, надо пять дней. Когда он увидел, как из Красноярска 20 или 30 тысяч или 40 тысяч, я не помню, он Крыму подбросил во время перед операцией зеленых людей, как за сутки 30 или 40 тысяч солдат было переброшено самолетами. Когда его... Все тогда вздрогнули в Европе. Как это возможно? Через такое... На такое расстояние такую логистическую операцию производить. И тогда он сказал эту фразу. Но, как выяснилось, нет. Поэтому я бы его особо сильно не слутил, потому что... Ну, говорили тогда, что и Киев за три дня, так что... Да, 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 да. Поэтому это его ассессмент. Это Петропавл ассессмент. Вот. Ну, а то, что он предложил, например, всех русских везде за границей под колпак подсадить, по примеру, японцев США во время второй войны. Он вообще такой одиозный дядюшка, на самом деле, оказался. На мой взгляд. Слишком... Слишком... Он военный, он военный, понимаешь? Не всегда хорошо, когда военные становятся политиками. Мы это знаем. Это правда. Ты же, по-моему, об этом говорил всегда. Да, да, да. Это так. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что у вас происходит с Китаем? То есть мы все время эту тему аккуратненько затрагиваем. Сейчас вроде никаких острых заявлений не было, но процесс идет. Ведь должен был быть визит в Китае вашей очень важной шишки там из Госдепа, да? Дженет Йеллан. Нет, министр финансов. Она уже была, она уехала. Разговор был хорошим. Разговор был продуктивным. Опять же, главная ее задача была сказать, что те ограничения, которые мы будем делать на полупроводники, например, которые в военной технологии могут использоваться, они очень узконаправленные ограничения. Безумно маленькие. Не надо считать, что мы хотим сдерживать развитие китайской экономики. Хотя, де-факто, оно так и получится, скорее всего. Но, по крайней мере, давайте сохраним открытыми глаза и руки, чтобы продолжать друг друга обнимать, пожимать их и торговать по-человечески. Это главная сверхзадача у нее была. Частично она добилась успеха там. Потому что, например, министр Ли Куэнь, который премьер министра Китая, в итоге в своих разговорах, в пресс-конференциях, там у нее было две большие трапезы, там было два больших динера. Она что смогла, сделала. Но она министр финансов. Так как Запад продолжает, Америка продолжает педалировать лерать о том, что Китай – это серьезная угроза, что частично, конечно, правда. Но не это должно быть главное, о чем Си Цзиньпинь сказал. Понятно, что у таких двух больших государств есть разные национальные интересы. Но, опять же, приходит на помощь компартментализации. Тут мы согласились, и мы работаем. Тут мы не согласились, и мы согласились не согласиться. Это не обязательно должно приводить к военному конфликту. Опять же, в случае, если и та, и другая сторона будут соблюдать принцип разумности. Принцип разумности говорит, что Китаю сейчас не надо захватывать Таилань. Но если и спикер, и палаты представителей туда приедет, то на следующий день они могут это сделать. Потому что это может быть вторая пощечина. То есть, если мы, да, хотим войны с Китаем, то тогда имеет смысл немедленно Маккарти туда полететь, например. И это может спровоцировать в этот раз уже более жесткую реакцию. Например. Вообще до войны, так хочешь сказать, может дойти? Эскавационный потенциал наших сегодня взаимоотношений с Китаем в Южно-Китайском море и около Тайвана сейчас сильный, по моей оценке. Китаю сейчас эта война не нужна. Америке эта война, в принципе, тоже не нужна. Но из-за действий Америка государства, в котором политики высокого уровня действуют самостоятельно. И если Маккарти нужно будет удержаться на посту спикера, а у него непростая ситуация, удержаться на посту спикера и для этого поднять свою популярность республиканский партия, а для этого полететь на Тайвань, он это может исполнить. Например, я фантазируюсь. Причем и никто не может запретить, да, вот это, что они не понимали, когда Пелоси летала. А почему ее не остановили? А кто ему как-то остановил? Они не могут, у нас спикер-палаты представители, никто не может еще что-то делать, да. Это вот так вот, такая история. Будем надеяться, что, а то, что когда Блинкин улетал, и в момент, что он заходил на самолет, уже Байден сказал, что у всех диктаторов, имея в виду Севзимпиня, у них у всех проблема, когда они нервничают, когда они что-то не знают. И все это скандал. Слава богу, что они отпедалировали от дела назад. И Байден, и китайцы. Ну, могли бы все саботировать, а там договоренности были. В общем, проблем больше пока, чем, а пессимизма больше, чем оптимизма, но мы надеемся. Дай бог. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл Задов, USA Radio, город Нью-Йорк. Подписывайтесь на канал Кирилла. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Кирилл Задов, USA Radio, город Нью-Йорк, город Нью-Йорк, город Нью-Йорк, город Нью-Йорк.